Здравствуйте! Это новости на канале НСК 49, студии Мария Левина. И смотрите сегодня. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Жители более 700 частных домов в Новосибирске остались без тепла и света в 30-градусный мороз из-за плавного ремонта. Как обманывают доверчивых граждан на рынке строительных материалов? Лед еще не прочный, однако любители зимней рыбалки не останавливают ни штрафа, ни риск провалиться. А теперь подробнее о самых главных событиях дня. Отключили без предупреждения жители более 700 частных домов в Ленинском районе. 16 ноября на весь световой день остались без света. Ситуация осложнилась тем, что от электричества напрямую зависит подача газа и отопления в частный сектор. Поэтому люди попросту начали замерзать в своих домах. В чем причина отключений и почему их понадобилось проводить почти в 30-градусный мороз, узнавал Александр Могилин. 727 частных домов на лесоперевалке в Ленинском районе лишились света утром-среду. Для местных жителей отключение стало неприятным сюрпризом. Электроэнергию отключили без предупреждения, что, допустим, на мой взгляд, некорректно. А дома у нас здесь практически все газифицированы и зависят от электричества. То есть нет электричества, котел встал и дома остывают. Уже через два часа температура в домах опустилась до 12 градусов. А в частном секторе проживает много одиноких пенсионеров и семей с маленькими детьми. Жители рассказывают, что свет уже отключали на прошлой неделе почти на сутки. Но тогда на улице было не так холодно. Сегодня на улице уже под тридцатник, и это просто все, дом холодный. Батарея холодная, дом маленький ребенок трехмесячный, под тремя одеялами лежит. Спит, слава богу, не возмущается. Хотелось бы, чтобы не отключали хотя бы в минус 30, но если отключают хотя бы на час-два максимум, это более-менее терпимо. Естественно, замерзающие жители начали звонить в городские электросети. По их словам, в ответ слышали только отрывистые гудки. И линия постоянно была занята. Дозвониться удалось только до единой диспетчерской службы мэрии. Мэрия нам отвечает, что плановая какая-то проверка. Энергосети, они вообще не берут трубку, игнорируют нас полностью. А в департаменте нам сегодня сказали, ставьте котлы, которые от света не зависят. Это разве дело? Мы цивилизованные хотим жить, мы и так живем тут в частном секторе, чтобы как-то что-то... А нам вот так вот ставьте котлы, это старинные, престаринные, которые от света не зависят. На портале единой диспетчерской службы города сообщается, что 727 домов отключили от электричества из-за плановых работ по замене опор. Свет дали в пять часов вечера, но люди так и не смогли понять, зачем понадобилось проводить плановые отключения в сильный мороз, при этом не оповещая жителей. Надеемся, что в дальнейшем поставщики услуги будут корректировать свои плановые работы так, чтобы выполнять их не в минус 30 и чтобы люди не мерзли в своих домах по 7 часов. Многодетная семья осталась без крыши над головой в результате крупного пожара. Частный дом загорелся в Кировском районе во вторник вечером. Семья из 15 человек с 11 детьми, самому младшему из которых всего 2 года, смогла спастись, однако осталась без жилья. Сейчас людей приютили родственники. В свою очередь, власти города взяли на контроль ситуацию с пострадавшей семьей, обеспечили продуктами и постельными принадлежностями. В самое ближайшее время люди получат одежду и обувь, а детям-школьникам выдадут учебники и всю необходимую канцелярию. Главе Кировского района поручено подыскать варианты постоянного размещения погорельцев. Решается вопрос о выделении материальной помощи пострадавшей семье, сообщает пресс-центр мэрии. Озеленение нашего города обсудили на заседании общественного экспертного совета при мэрии города Новосибирска по вопросам градостроительства. Участники обсудили концепцию развития городской среды, предусматривающей появление озелененных общественных пространств. Зачем нужна такая программа и почему благодаря такой впервые появившейся в нашем городе концепции Новосибирск может стать одним из лидеров в этой сфере, выяснил наш корреспондент Василий Акимов. Парки и скверы – любимое место отдыха многих горожан, да и просто украшение любого города. Увы, до недавнего времени системной комплексной работы по поводу того, что и как растет у нас в парках и скверах, практически не велось. Два года назад по поручению мэра началась работа, призванная дать ответ, как сделать городские парки и скверы комфортнее для горожан. Потихоньку начали наводить порядок, на всяком деле ничего нового хотя бы не дали строить там. И вы знаете, что, например, в том же Зальцовском парке мы уже даже снесли один самострой, который бы там, ну появился просто какой-то огромный комплекс в центре Зальцовского, представляете, бора, который вот мы уже снесли. Впервые в истории города созданы паспорта развития 32 зеленых территорий и разработана единая стратегия развития зеленых зон. Она станет своеобразным каркасом, основой. Именно на ее базе создадут муниципальную целевую программу, которая будет финансироваться как за счет городского бюджета, так и при помощи государственно-частного партнерства. Например, строителей жилых домов. Предложение, которое прозвучало департамента, оно очень резонно. Таким образом построить нормативную базу, развернуть ее, чтобы застройщики сегодня не просто учитывали территорию, в которую они собираются вписывать свои объекты, которые собираются возводить, но даже чтобы они сами занимались развитием зеленых зон. Сами были заинтересованы в том, чтобы приумножать эти квадратные метры зеленых площадей, не просто о благоустройстве, о газонах, а именно о том, чтобы возникали скверы, парки, рощи зеленые. Эта концепция будет развиваться, включать в себя все новые зеленые насаждения и территории. Причем в Новосибирске она появилась одной из первых в нашей стране. По сути, работа над ней началась еще до того, как президент нашей страны Владимир Путин обратил внимание властей на необходимость создания подобных программ и продуманной систематической работы с зелеными насаждениями в городах. И теперь Новосибирск может стать одним из ориентиров для всей России в разработке подобных концепций. Из-за морозов в Новосибирске отменены сразу три продовольственные ярмарки. Их проведение было запланировано на 18 и 19 ноября, рассказали в мэрии. Речь идет о двух ярмарках возле цирка и одной около Октябрьского универмага. Когда новосибирцы вновь смогут приобрести продукты и другие товары по сниженным ценам в администрации города, пока не сообщает. К нам в редакцию обратился новосибирский производитель пиломатериалов с просьбой поведать широкой публике о том, что на рынке строительных материалов появился недобросовестный продавец, который почему-то использует адрес его производства. Наш корреспондент побывал в цеху, где делают профилированный брус и попытался выяснить, какое отношение имеет сторонняя компания к этому адресу и почему это похоже на мошенничество. Все началось с того, рассказывает директор компании «Дары леса» Елена Алексеева, что месяца два назад к ней позвонил мужчина и поинтересовался, чем они занимаются и называется ли их компания «Сибирский лес». На что женщина ответила, выпускают они профильный брус и именуются по-другому. Выяснилось, что люди обратились в фирму, у которой есть вполне приятный и позитивный сайт и, видимо, сделали предоплату за партию пиломатериала. «Обратились в компанию «Сибирский лес», ну, уже не сказал, мне оплачивали, ну, скорее всего, оплачивали. И в данный момент они не могут найти, куда обращаться, к кому убежать. Да, концов нет, то есть, видимо, люди оплатили все-таки деньги какие-то, предоплату внесли, потому что раз расследование даже кто-то там начал проводить. Ну, и вот по адресу вышли на нашу фирму». Надо сразу отметить, что компаний с названием «Сибирский лес» немало. Мы же ведем речь только об одной, именно той, которая на своем сайте указывает адрес «Новосибирская область», поселок «Восход», «Каменское шоссе», 16-9. И именно клиенты этой фирмы уже в течение двух месяцев обращаются к легитимной компании «Дары леса». «И вот буквально на прошлой неделе еще один звонок, человек проплатил уже 100 тысяч компаний, как он сказал, звоню на вот эти телефоны, и никто трубку не берет, не отвечает, никакой связи. Уже решил через интернет по адресу искать, так как адрес обозначен. Они сами там их, опять же, отправляют, что-то не нравится вроде как, ну, как этот человек сказал, да, имени спросила. «Вот, Новосибирск, поселок «Восход», «Каменское шоссе», 16-9. Обращайтесь, разбирайтесь, офис производства находится по данному адресу». По мнению тех клиентов «Сибирского леса», кто обращался к нашей героине, фирма, представленная на данном сайте, не то чтобы недобросовестная, но больше походит на мошенческую. Мы попытались связаться с этой непонятной компанией по телефонам, указанным на сайте, но трубку никто не взял. Правда, на одном номере сработал автоответчик. «В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала». И заметьте, нет ни одного городского телефона, даже факс отсутствует. Видимо, документоборот с клиентами производился по электронной почте, так как на физический адрес никто не приезжал. Оно и понятно. Елена Алексеева выяснила, что большинство пострадавших от этой фирмы находятся за Уралом, в Перми, Саратове, Тамбове. Но зато на сайте выложены даже видеоотзывы о компании, в которых звучат предостережения о мошенниках в сфере производства стройматериалов. Есть фотографии и самих производственных помещений, о которых, правда, директор компании «Дары леса» пока может только мечтать. «Стоит шикарное оборудование. Опять же, брус клееный. Клееный, клееный. Да, у нас обычный профилированный массив, то есть мы делаем просто вот обычный. Какая-то импортная технология, скорее всего. Да, да, да. Ну, вы видите, смотрите, вот, у них даже нулевая влажность. Ну, клееный брус, то есть у нас далеко, у нас есть такие компании, но это вообще не по этому адресу, даже близко. Вот, а цилиндрованное бревно вот они делают. То есть, ну, то есть я не знаю, где взяты эти фотографии, да, с каких сайтов там, с какого производства, но это явно не у нас. И нам еще до этого расти и расти. На телевидение Елена Алексеева обратилась, потому что решила предостеречь потенциальных покупателей пиломатериалов о существовании такого фейкового сайта. Впрочем, как и от методов приобретения стройматериалов без посещения физического, а не виртуального офиса, магазина или производства той или иной компании. В общем, как говорил известный юморист, щитильнее надо ребята, в том числе и при выборе партнера в строительстве. Ни отдыха, ни денег директор туристической компании предстанет перед судом за мошенничество. По версии следствия, в 2014 году новосибирцы купили в компании Акрис Тревел и Акрис Интурист туры на сумму более 11 миллионов рублей. Однако руководитель и акционер и не думал оказывать туристические услуги, а все деньги клиентов потратил по своему усмотрению, сообщили в Следственном комитете по региону. В результате отдых 139 туристов был сорван, деньги им никто так и не вернул. У следователя имеется достаточно доказательств вины руководителя фирмы, говорится в сообщении ведомства. Дело ушло в суд. О том, что в регионе выросло число мошенничеств, говорит и статистика. По данным областной прокуратуры, в Новосибирской области мошенничеств, изнасилований и убийств стало больше. Растет и число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, стало меньше краж, угонов, разбоев, грабежей и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В целом, преступность в регионе все же снижается. Так, за 10 месяцев этого года совершено на 13,4% преступлений, меньше, чем за тот же период 2015-го. Раскрываемость в этом году была лучше. Тем не менее, 18 116 преступлений, в том числе 6 убийств, пока остаются нераскрытыми. Несмотря на пришедшие в Новосибирск морозы, выходить, а тем более выезжать на подмерзшие водоемы опасно для жизни. Рыбаки игнорируют предупреждения и запреты спасателей и хотят начать сезон подледного лоба как можно раньше. Как избежать трагических случаев на льду в новом сезоне и какие меры принимают надзорные органы, в среду рассказали в региональной инспекции по маломерным судам. Подробности узнавал наш корреспондент Александр Могилин. Новосибирские водоемы постепенно сковывают лед. И многие любители зимней рыбалки уже приступили к любимому виду досуга. А зря считают спасатели, поскольку этот период едва ли не самый опасный в году. Несмотря на пришедшие морозы, льда, к примеру, в Аби практически нет. А там, где есть, толщина составляет всего 5 сантиметров. На Пском водохранилище эти показатели чуть больше – 10-15 сантиметров. Но все равно даже для одного человека это представляет реальную угрозу. Безопасный лед для одного человека, но не большая масса людей. До 15 сантиметров абсолютно нормальный лед для выезда транспорта, вот, к примеру, ледовая переправа – 35, 40, 42. Вот при толщине льда свыше 30 мы открываем ледовую переправу, то есть даем добро. О выезде транспорта на застывшие водоемы пока даже разговоров быть не может, предупреждают в МЧС. Но охотников рискнуть собственными жизнями все равно хватает. Поэтому спасатели будут загораживать въезды на традиционные рыбные места. Раньше возводили препятствия в виде земляных и снежных валов, но теперь они не особо помогают. Поэтому приходится ставить бетонные блоки и шлагбаумы. Когда становится колонна из рыбаков-любителей на автомобиле, автомобили 10, они берут каждое по лопате, и снежного вала в течение трех минут нет. Свернуть шлагбаум или же убрать бетонные перекрытия чрезвычайно трудно в зимних условиях. Только за минувшие выходные инспекторы оштрафовали 10 нетерпеливых новосибирцев за рыбалку в опасных местах. Но штрафы невелики и мало кого останавливают, признают в МЧС. Поэтому с ноября по апрель каждый месяц 120 оперативных групп будут проводить патрулирование территории и оборудуют 12 временных спасательных постов на водоемах региона. А пока рыбакам рекомендуют потерпеть всего пару недель, чтобы лед стал прочным, а рыбалка на нем полностью безопасной. И у нас на этом все. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Оставайтесь с нами и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok